Здравствуйте! Книгу уже, смотрите, и вот, успеют крупно взять или не успеют. Вот, смотрите, вот, когда это была передача у нас, а? Это была летняя передача. Это была летняя передача. Мы сегодня договорились говорить о традициях, которые вы уже имеете в Витовском районе, культурных традициях. Но видите, тут получается, что и мы немножко какие-то традиции свои тоже начинаем. И вы помогаете нам в своей традиции. Вот эта передача, наверное, каким-то образом, ну, на вашу работу культурологическую каким-то образом повлияла или нет? Или серия этих передач? Вот сейчас уже конец года, 17-го. Вот мы вместе, как, вы особенно, как вы этим делом занимались? Виктор Владимирович, каждый раз, встречаясь с вами, мы черпаем что-то новое. Я? От вас. Вы, возможно, от нас. Так. И каждая наша наступная встреча в нас спонукает нас сделать что-то новое для того, чтобы поделиться своими напрацюваниями, здобутками. Витовский район, конечно, много на здобутки, на традиции, на культуру. И последним часом самая работа Витовского района ОМЦ, который за своими складами численностью невеликий, нараховывает несколько людей. Вот основная часть представлена сейчас у студии. Это директор Витовского района ОМЦ Наталья Володимировичного центра Наталья Володимировична Фенік и методист методичного центра Катерина Олександрина Мирзаян. Ну, давайте сейчас и посмотрим, Женечка, оператор. Подъедь немножечко, покажи крупненько то, что ты успеешь показать. А вы смотрите наши дорогие гости сейчас в камеру, режиссер укропнет, это покажет. И отталкиваясь от того, что сейчас вы сюда принесли, положили на этот стол, на нескатель, самобранку, да, и от этого отталкиваясь и рассказываете о том, чем вы занимаетесь в этом году. Ну, сейчас мы на экране видим кукол Мотанок, и хочу показать вам большой труд об ритм наших душ. Народно кукла Лялька Мотанка. Этот труд мы писали с Натальей Владимировной, мы изучали его и исторически, и компаративно, и собирали материал в нашем районе, и собирали материал по разным регионам нашей Украины, потому что, как мы знаем, каждый регион славится какими-то своими традициями мотания этих кукол. Также нами было открыто, очень интересное открытие, это то, что кукла Мотанка является историческим артефактом, потому что этих кукол находили еще и в гробницах фараонов, и на раскопках поселений на нашей территории. И можно сказать, что Лялька Мотанка – это тоже традиция нашего народа, народа земли. Вот! От этого хотел бы я задавать вот какой следующий уточняющий вопрос, ведь об этом мы уже говорили летом в нашей одной из передач. Она все-таки такая популярная была, очень много было лайков в интернете, ее, видно, смотрели, и слава Богу, конечно. Я хотел спросить у вас, Наташа, вот что. Вот то, что вы сказали, Катя, что это вся земля, да? Да. Вот у нас, здесь, именно в вашем Витовском районе, который, в принципе, сформировался из людей разных национальностей в свое время, ну, 200 с чем-то лет назад, правда же? Национальное прослеживается через всю историю или нет? Ну, не знаю, мы пытались... Ну, вы, может быть, все-таки сейчас уже привносите все это, может... Ну, есть такое понятие в группе Мотанке, что она абстрактная, или она очень каноничная должна быть. Вот давайте ее показываем, и просто, вот сейчас покажет оператор, да? А вы скажите, образ вот этой куклы Мотанки, какой он? Раз, два, три, пожалуйста, смотрите на экран. Они бывают обрядовые, их использовали в обрядах. Так, да. Они бывают обереговые, оберегали семьи, людей. Так. И есть куклы, помогающие в жизни, они не есть ни обрядовые, ни обереговые, они есть игровые куклы. Ведь даже мама ложку, замотав ложку в носовой платочек, и дав ребенку играться, она есть своего рода была, есть лялькой-мотанкой, и в то же время есть игровой куклой. Ну, вот сейчас давайте я буду так немножечко приподнимать руками, крупно будет показывать. Вы смотрите на экран и говорите, какая-то обрядовая, или игровая, или какая-то, вот это вот, какая? Ну, вот это кукла обереговая. Обереговая. Она называется, она называется Матебергиня. Ага. Вот. Вот рядышком, посмотрите, две красавицы. Значит, эти две куклы, они называются, они называются неразлучниками. Эти куклы есть как обереговые, так и обрядовые, потому что они раньше участвовали в их, в таинстве обрядов бракосочетания, и они оберегали семью не только, когда уже семья сложилась и жила вместе, а они оберегали еще семью, когда молодые садились на кони, ехали в церковь расписываться, таких кукол вешали на дугу, да, это был своего рода от сглаза вешали. А вот стоит очень удобная одна куколка, покажите ее, вы увидите и скажете, какая, кто она такая, вот эта кукла. А, у которой много деток. А, вот, вот, да, да, да. Это обереговая кукла, называется лялька семья, все моя, то есть шестеро детей и седьмая мама, которая вот такая вот мама-хранительница домашнего очага. И, кстати, такие куклы делали для того, чтобы было в семье много детей, чтобы, ну, оберегало семью от тоже, от всего плохого, и в то же время такие куклы делали для того, кто хотел, ну, молодая семья, чтобы имела много деток. А почему куклы Мотенки всегда неуточненное лицо? Это же принципы таких кукол, правда? Да, не делали лицо для того, чтобы не было конкретного, как сказать, вот, если делают лицо кукли, получается, у него есть свой, душа получается, а это, как бы, неудушевленный предмет. Так, но если кому-то он попадет, то, может, уже душа и у него появится или нет, а? Ну, это такой энергетический, я не скажу, что это душа, но, по крайней мере, это передача энергетическая какая-то состояние. То есть она уже будет в какие-то связи. Я скажу больше, даже когда их делаешь, совершенно влаживаешь туда всю хорошую энергетику такую, это не только, как бы, образ мотания этих кукол, что именно правильно мотать, желательно красной ниткой, по часовой стрелочке там, и все разные такие, не пользоваться нитками, ножницами. Особенности изготовления кукол совершенно, как бы, это еще и влаживаешь в свою душу, свою энергетику хорошую. Граждане методисты, все вы тут оказывается. Давайте так, чтобы подряд все не высказаться про все эти куклы, давайте вы говорите о своем методологическом деле, да? А потом я снова к вам возвращаюсь и снова будем на эту тему разговаривать. Вон сколько у вас всяческой продукции. Где вы столько денег взяли в вашем районе, чтобы столько напечатать всего этого? Сергей, скажите. Хочу зазначити, что вот эти материалы и, взагалі, оснащение Витовского громадца, оно отбывается за рахунок программы развития культуры в Витовском районе, за рахунок выдатков, которые есть закладены в 19-й рейт. То есть государство на это дело обращает большое внимание. На эту справу звертаю увагу Витовский район. Витовская районная администрация и Витовская районная рада. Потому что Витовский методичный центр финансируется не с государственного бюджета, а с местного, с районного бюджета. То есть все потреби, которые нам необходимы для того, чтобы работа Витовского громадца здействовалася, Витовская районная администрация, начали с Александром Миколаевичем Демчаковым, Витовской районной радой, начали с Игорем Семеновичем, Иде нам на поступки, и мы маем певные сбытки. И я очень часто говорю про то, что, понимая то, что самая культура у сельской местности, у района должна быть в главе угла, нам очень приятно, что нашу думку разделяет керевство району. И они понимают, что самая культура, самая библиотечная справа, они обеспечивают и имидж, и бренд району. Каждый, кто работает в любой сфере на территории Витовского района, докладает много усилий для разбудования района. Но самая сфера культура, она больше публичная. Самая сфера культура, ее дебютки становятся известными широкому загалу. И самая благодаря сфере культури, складывается первочерковое, великое, массивное вражение, вообще, про весь Витовский район. И, конечно, важно, какой будет культура, так и будет и вражение, у широкого загалу, у всех мешканцей Миколаевской области. Вот теперь давайте немножечко вы уточните, как все это, связанное с культурой в районе, было и теперь тоже будет продолжаться. Как оно сейчас изменится для вас с тем, что появились объединенные громады? Вот сколько мы, месяц прошел, как мы ездили и снимали в Шевченково, это было какое-то летие клуба этого года. 50 лет. 50 лет, да? Мы не знали вот тогда, мы стояли и не знали, куда оператору стать, чтобы на фоне клуба сняться. Такой он был подрепанный и задрипанный. Вчера я уже видел, его весь полностью оббили, и я уже вижу полностью одну стену на фасаде, уже полностью закрыли, закрыли. И внутри идут перемены, идет просто капитальный ремонт. То есть это вот ощущается, что в связи с тем, что появились новые объединенные громады, они откуда-то деньги пошли. А как у вас это пойдет? Я хочу зазначити, что эти ремонтные работы, которые происходят в Шевченково палацу культуры, они не появились безусловно из дати формирования объединенной территориальной громады. Так. Еще задовго до создания объединенной территориальной громады на этот дом культуры зверталася увага и тоди еще Шевченковской сельской рады, и керівництва району, и уже тоди йшла подготовка работа относительно выготовления проектно-кошторисной документации, относительно закладания коштей на співфинансирование с районного и местного бюджета. То есть работа велася еще, когда не было объединения территориальных громад, а... То, что это уже было в доме. Но нам надзвичайно приятно, что эти здобутки, которые громады перебрали от района, они не занепадают, а они продолжают держаться на том уровне, а в деяких объединенных громадах даже развиваться. Вот, скажем, найзоможнейшая из трех территориальных громад, которая существует на территории Витовского района, это Галициньевская громада, на территории которой находится Глиноземный завод. И мы там действительно бачим, что все наши прохания смецнити материально-техническую базу, заклади культури, музичных шкіл, филиалів, они отгукуются. И придбаются музичные инструменты, смецнется техника, оргтехника, музичное обладнание, вводятся дополнительные штатные одиницы. Вот, скажем, в украинский филиал Мешково-Погорилевской детской музыкой школы Галициньевская объединенная территориальная громада ввела дополнительные півтори ставки для учителев, которые выкладывают в детских музыкальных школах. То есть процесс идет. Вот раз уже говорили о музыке, то надо, чтобы, конечно, начала говорить Катя, потому что она ближе всего, хоть она и методист, как и все остальные, но она к музыке имеет непосредственное отношение. Кто ее знает, не будет переспрашивать это дело. Я вас поняла, Виктор Данилович. Катя, я же что хотел спросить у вас? Знаете что? Все-таки, раз вы методисты, вы сейчас чувствуете время, чувствуете стиль, музыкальный будем даже, стиль, который сейчас востребован людьми, особенно молодежью. Вы же это дело пропагандируете среди населения. Молодого, школьного, старое не останется, будем так говорить, но пожилой не останется тоже обиженным. Потому что народная культура, ну, национальная, украинская, ее же не зарежешь, не убьешь никаким роком, ничем остальным. Все равно она будет жить, как эти куклы-мокотанки, и как ваша работа. Правда же, Катя? Ну, правда. Собственно, вы и ответили, Виктор Данилович, на свой вопрос. Это ужасно. Это ужасно. Отвечайте на то, что я не ответил. Я, знаете, хочу о чем сказать. Я хочу еще сказать про наши, ну, не про наших, а про кукол-мокотанок вообще, что есть такие традиции, которые длятся, мне кажется, тысячелетиями. И одна из таких традиций – это кукла, которая помогала маме успокоить ребенка, когда брался кусочек ткани, в него ложился хлебушек и заматывался. Вот как головки у этой куколки. Композиции, да. Вот, теперь давайте покажем крупно, Женечка, вот эту штуку. А я хотел спросить, да что же оно такое? Оно такое, большое такое, рогатое и белое. Ну, сейчас мы до рогатого дойдем. А вот эта куколка, в голове которой был хлебушек, она служила своеобразной соской для малыша. Малыш брал в ротик этот сверточек, сосал его, и слюнка смачивала хлебушек, и ребенок успокаивался, как бы кушая, и акт сосания, да, вот для детей это очень важно. И так малыш успокаивался. И хочу сказать, что я этот метод пробовала использовать на своих детях. И для меня это был такой момент не столько успокаивания, потому что сейчас есть соски, которые включают музыку. Ну, маму это успокаивало или нет? Не то, чтобы меня это успокаивало, у меня было очень приятное ощущение, что я пользуюсь теми, с добудками, теми достижениями, наработками, моего рода, моего рода, которые использовались и сто, и двести, и тысячи лет назад, и мне это очень приятно ощущать. И в нашей семье есть очень хорошая традиция, которая, наверное, уже лет двести по материнской линии. Это традиция, когда самая старая женщина в семье купает вновь родившую, не вновь, а новорожденного. Новорожденного, да. И могу рассказать эти ощущения, когда у меня родились и первый, и второй сын, и моя бабушка, то есть их прабабушка. Это прям был целый ритуал. Заваривались травки. Ну, все равно какие. Ромашечка, календула, там дубовая кора, неважно. Но это был такой ритуал. Собиралась вся семья. Значит, заваривались травы, ставилась ванночка. Этого малыша все раскутывали. Это было целое событие для семьи. Это был тот момент, который соединяет всю семью. И это можно, этот обряд, назвать как принятие младенца в семью. Ну, как-то так. Катя, ну когда-нибудь мы можем это все снять или нет? Вы предлагаете родить мне третьего? Намек сразу. Я с удовольствием. Я с удовольствием. Я с удовольствием, потому что в этих процедурах, в этих традициях настолько чувствуешь какую-то поддержку. Ну, я, по крайней мере, чувствую или хочу чувствовать поддержку всего своего рода. У меня висят фотографии моих родственников. А еще, Катерина Александровна, я все всегда вспоминаю, когда мы говорим о куклах-мотанках и традициях. Вспоминаю, что у вас есть прекрасная в семье традиция, значит, о куклах-мотанках, когда в юбочки добавляется... Да, да. Мы рассказывали уже в одной из передач. Моя бабушка сделала моей маме, а мама передала мне, а я передам дальше своим детям. В общем, делается основа куклы-мотанки. Да. И моя бабушка делала одежду этой кукле из одежды моей прабабушки. И прабабабушки. Ой, как здорово. И получается, при том, вот как передается эта кукла мне, я из своей одежды, но в основном это была одежда или ночная рубашка, которая к телу была близка. Да, да, да. И вот я добавляю юпочку из своей одежды. Я передам своим сыновьям, да, их детям, и они добавят свою юпочку. Вот. И я надеюсь, что там лет через тысячу это будет уже такая большая-большая кукла. Хорошо. Вот теперь скажите мне, в районе у вас, по этой культурологической линии, за этот год, появились какие-то традиции, которые укрепятся и будут дальше жить? Ну, хочу сказать, что одними из главных традиций это традиция – это традиция собираться всем разом. Потому что, когда мы пришли працювать в район, керевники закладов культуры были, знаете, ну, каждый занимался своей своей работой и, по-моему, будет в областном палаце культуры на великому концерті хору имени Веревки. Тобто, ось така традиция згуртування, традиция разом робити справу. Мы усі разом собираемся на фестивалях, на конкурсах. Хтось показывает своих детей, их здобутки. У цьому гурті мы решим проблемные вопросы, делимся опытом. Тобто, ну, мне кажется, что такая традиция – это традиция робить разом, традиция гуртуватися. Да. И вот один из, продолжая эту тему, традиция быть вместе и делать одно дело вместе. Вот, будем говорить, то, что мы принесли. Покажите. Это очень большой проект, я считаю, да, Катерина Официановна, то, что мы сделали. Мы неоднократно его показывали, но мы так гордимся нашим трудом, мы столько в него вложили сил, времени, натхнений. Как он называется? Это этномандры, Витовский шлях. А ух ты, красивое название. Витовский шлях. От Чумасского шляха пошло. Сделали мы этот альманах благодаря помощи нашим коллегам. Так. Началось все с того, что областной центр народной творчества поставил перед нами задачу собрать нематериальную спадшину нашего района. Сказать, что мы сразу справились с этим делом, нет, мы не можем так сказать, но это дало нам хороший толчок для того, чтобы, допустим, создать вот этот труд монументальный и, разумеется, потом уже впоследствии сделать всю картотеку нематериальной спадшины Витовского района. Но здесь есть потрясающие находки. Ну, хоть что-нибудь пролистить. Он на вскидку открывает. На вскидку, да, вот. Вот человек, раз! Ну, хороший карач. Или что это? Да. Да, это, между прочим, тут описано процесс ловли рыбу, как раньше в Галициново, в Галициново, в Лиманах, да, как ловили рыбу. Так, еще что-нибудь посмотрите. Еще давайте так. Что на вскидку открываем? Мы сейчас немножко будем, конечно, рассказывать. Вот Белозирка, село наше, бывшее Бармашово. Так. Тут очень интересные тоже традиции лечения яйцом и изотовления церковных свечей. Так, вот так вот, да. Это тоже очень интересно. Мы немножко, конечно, остановимся сейчас. Я хочу сказать, почему именно Альманах... Ну, он единственный тираж его, тираж. Тираж. Тираж у нас очень большой, аж целых три экземпляра. Вот, уже хорошо. Да, но это качественное исполнение. И один экземпляр мы оставили у себя в методическом центре. Один экземпляр мы передаем в областной центр народного творчества. И один экземпляр мы дарим Николаевской областной раде в лице Виктории Викторовны Москаленко, с чего благословение, собственно. Так. И начался этот... Вот она какая. Ее вступительное слово на первой странице. Вообще, конечно, ну, о ней все хорошо говорят, и, по-моему, она этого по-настоящему заслуживает. Полностью согласна. Во-первых, у меня-то, когда я общаюсь с ней, мне кажется, что она просто ощущает, чисто по-человечески, что такое быть не чиновником в культурологическом деле. Правда же? Да. Вот я бы не назвал ее сильно чиновникой. Как и вас, Сергей. Хоть я вас иногда шучу. А это высшая степень профессионализма. Да. Вот это очень важно. Как-то вот она находит, все успеет. Вот для вашего района особенно, потому что она выходит с вашего рода. Так вы же не рассказали мне, что это такое. Виктор Ильич, мы же еще не рассказали, хотим две минуты остановиться на Альманахе. Смотрите, только чтобы точно, потому что время у нас поджимает. Говорите кратко. Значит, почему именно этномандры? Значит, как говорила Катерина Александровна, началось с того, что мы начали собирать нематериально-культурное наследие нашего района. Набрали очень много материала. Трудились мы над ним больше трех месяцев. Когда мы начали это все складывать, как-то решили, что нематериально-культурное наследие, это может быть слишком громко сказано, что мы собрали. То есть, по большому счету, не нам решать, насколько это нематериально-культурное наследие. Но работа проделана. Ну и вот мы решили, что этномандры, это будет очень даже как бы точку попадания. Будем говорить так скромно о нашем труде. Почему именно мандры? Потому что книгу, то, что мы описали, вот тут нематериальное наследие, мы описали в форме экскурсии. Ага, подошлись к этому творчески. Молодцы. Я бы даже сказала не в форме экскурсии, а в форме размышления путешественника, который побывал в этой местности. То есть мы свои впечатления. Вот это очень здорово. И на самом деле... Я бы хотел, вот я бы хотел, заканчивается наша передача, я бы хотел бы один раз в жизни проехаться по вашему району вместе с оператором, вот по следам этой книги, и все это снять. Было бы интересно. А потом показать. Давайте проголосуем, чтобы это случилось. Давайте. Ура! А сейчас спасибо вам за то, что вы пришли, так хорошо все это рассказали, все это принесли. Я вам желаю ой, хороших праздников, будней, и чтобы будни у вас тоже были праздники. Хорошо? До свидания. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!